Талантливый человек, талантлив во всем. Эту формулу подтверждает мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе Ольга Кордопольцева. Вся ее жизнь и жизнь ее семьи связана со спортом. Муж Андрей Макаров тоже спортсмен-ходок. Дочь Елизавета показывает отличные результаты в плавании. Ольга участвовала в Олимпиаде 1996 года в Атланте. Андрей четырьмя годами позже в Сиднее. Сейчас оба тренируют юных спортсменов. А еще в насыщенной жизни Ольги большое место занимают четвероногие любимцы. Я начинала вообще-то с дворняжки. У меня первая моя собака была дворняжка. И звали ее Бим после фильма «Белый Бим, черное ухо». Очень хорошая собака была, очень умная собака. И вот так получается. Не надо гнаться за породой. Да, если кто-то хочет породистую собаку, не вопрос. Можно и породистую собаку. Но все равно ответственность, что за породистую, что за дворняжку, это большая ответственность. В семье Ольги живут два померанских шпица – рыженькая ириска и черная, как смоль Василиса, и две левретки – Ева и Фабик. Все они не просто любимцы семьи. Каждая из собачек, кроме малышки Василисы, которая всего семь месяцев, лучшая в своем экстерьере и не раз получала высший балл на многочисленных выставках. К любимому занятию, будь то большой спорт, тренерская деятельность или разведение собак, Ольга подходит со всей ответственностью. Не надо бояться завести собаку. Да, это ответственность. Надо сначала хорошо подумать. Потому что вы потом… Ну нельзя собаку просто выбросить на улицу. Это как ребенка завести. Это большая ответственность. То есть если вы завели, вы должны… То есть в ближайшие 10-15 лет вы должны с ней жить. И внимание на нее надо обращать. Вот так. А то, что по породам собаку заводить, знаете, не столь это важно. Главное, чтобы любить. Любая собака вас будет любить. И твоя собака, она самая красивая и любимая собака. Первая собака – итальянская борзая. Она жилевретка. У Ольги появилась 12 лет назад. Спортсменка привезла ее из Петербурга. Чуть позже из чешского питомника взяли мальчика. Спустя пару лет к ним добавились померанские шпицы. Так Ольга стала не просто собаководом, но и настоящим заводчиком. Во-первых, собаку надо научить стоять, научить ходить, научить, чтобы она не боялась других собак. Научить, чтобы она не бросалась на других собак. И чтобы не боялась эксперта, чтобы показала зубы, по крайней мере. Потому что были у меня такие, что собака и зубы не показывают. И говорят, до свидания вы. Все, до свидания с выставки. Вы уже никак не оценивают. Во-вторых, надо следить за шерстью. Очень нелегко подстригать их. Я, в принципе, научилась сама стричь своих собак. Я сама стрягу. Собака в доме – это всегда ответственность. Кормить по часам, выгуливать, обеспечивать медицинскую помощь. Но в ответ человек получает безграничную преданность и любовь. И, конечно же, искреннюю радость, которую хвостатый питомец дарит своему хозяину 24 часа в сутки. К тому же о собачьей интуиции ходят настоящие легенды. Чувствуют собаки, особенно левретки. Ну, шпицам как-то, наверное, все равно, а левретки очень чувствуют. Вот они на вас погавкали и все. Есть люди, которым они вообще не подходят. А есть, которые вот садятся на руки и все, это их собака. Символ 2018 года по восточному календарю – желтая собака. Существо верное, преданное и миролюбивое. А еще, уверена Ольга, это лучший друг, независимо от породы и размера. Главное – относиться к собаке по-человечески. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».